20 лет без тепла жители поселка Шахтерский живут без центрального отопления. Они вынуждены топить пещи в своих квартирах. Чтобы согреться, население вынуждено прибегать к электрическим обогревателям. Из-за этого у жителей регулярно возникают недомолвки с энергоподающей компанией. Обо всем подробнее в сюжете нашего корреспондента. Жителям поселка Шахтерский катастрофически не хватает потребляемой электроэнергии. Так как в домах нет горячей воды, центрального отопления и газоснабжения, люди вынуждены пользоваться титанами, обогревателями и электроплитами. Компания-поставщик энергии несет убытки и теперь устанавливает новые приборы учета. Жители категорически против этого. Караганда-Жарык запрашивает 4 киловатта. 4 киловатта для нас это очень мало. У нас нет горячего водоснабжения. Мы пользуемся титанами, машинками, электроплитами. Это намного больше, чем 4 киловатта. Теперь они от нас требуют, то есть Караганда-Жарык. Они хотят найти свои потери. Эти потери нужно искать не в наших домах, а эти потери нужно искать от частного сектора, который подключен сюда незаконно. Жители считают, что потери у компании из-за частных предпринимателей, которые подключены к тому же трансформатору, что и дома. Об этом, по словам населения, говорят скрученные провода. Они не выдерживают напряжения и рвутся. В компании Караганда-Жарык нам пояснили, что по новому закону компания будет устанавливать новый прибор учета электроэнергии для того, чтобы каждый пользовался только той электроэнергией, которая ему положена. В данном случае в Экипасурске 104, так как жители используют электрическую энергию не только для бытовых целей, а также для обогрева, очень большой объем электрической энергии идет. И некоторые недобросовестные потребители подключаются, свои токоприемники подключают помимо приборов учета. Чтобы исключить такую возможность подключения помимо приборов учета, мы им предложили не только установить общий домовый прибор учета, но также вынести все приборы учета в отдельную щитовую, чтобы избежать самовольного подключения помимо приборов учета. Также нам заявили, как только наведут порядок с учетом электроэнергии, сразу же наладят воздушную линию. Если бы в дома поступало отопление, то, возможно, объем потребляемой энергии резко бы упал, особенно в зимнее время. Тем временем жители продолжают стучаться в двери чиновников. Они хотят знать, когда же все-таки им дадут тепло. Они смеются над нами, что у нас отопления нет. На наши многочисленные запросы в Акимат, которые мы пишем, отвечают, что денег бюджетных нет. Таким образом, мы, получается, живем без отопления. Район отапливается частично печное отопление, частично электрическое отопление. То есть нам надо каким-то образом выживать, у нас есть дети. Тепло в поселок Шахтерский обещают провести к 2016 году. Однако люди и в это не верят. В государственных службах нам также внятно никто не смог объяснить, когда закончатся беды жильцов. Точно известно одно – тепло будет летом. Айгирин Бухтаева, Диас Нурмуханов, Рустам Бараев, Артем Ковалев, 5 канал.